Казахстанские общественники призывают депутатов отказаться от пособий в связи с распуском мажориса парламента. По их мнению, тратить бюджетные деньги на выплату компенсации в период кризиса нелогично. Если президент поддержит просьбу о самороспуске, депутатам выплатят по три среднемесячные заработные платы. Сколько получают народные избранники и на что можно было бы потратить сэкономленные средства, расскажет Тимур Ермашев. После того, как стало известно о возможном самороспуске парламента, многие казахстанцы впервые узнали, сколько зарабатывают народные избранники. По словам самих депутатов, в среднем их зарплата составляет около полумиллиона тенге. Еще более любопытная деталь. После ухода в отставку, каждый член законодательного органа по закону должен получить компенсацию в размере до трех своих среднемесячных зарплат. По мнению некоторых общественников, выделение таких сумм из бюджета не соответствует Трудовому кодексу, который был принят самими депутатами. Что касается моей позиции как гражданина Республики Казахстан в данном случае, в моем сознании это ассоциируется примерно как заявление по собственному желанию. А при увольнении по собственному желанию у нас ни одному физическому лицу, ни одному работнику такие компенсации не выплачиваются. Простой математический расчет показывает, что выплата компенсации всем 107 депутатам Палаты парламента может обойтись бюджету более чем в 160 миллионов тенге. На эти деньги, к примеру, можно построить детский сад на 50 мест или дом культуры в небольшом поселке. По мнению бывшего депутата Сената Валихана Хайсарова, тратить деньги на выплату пособий народным избранникам в период кризиса неоправданный шаг. Да и вообще парламенту нужно показать пример экономии средств и начать с себя, ведь они и так обеспечены жильем, транспортом и бесплатным медицинским обслуживанием. Они становятся такими же родовыми гражданами, как и мы, и пусть получают те же самые родовые копейки, которые они своими законами начисляли для простых казахстанских граждан. Пусть, как это, хлебнут то, чем питается сегодня казахстанская общественность. Кстати, депутат-мажилист Нурлан Жазлубеков считает свою зарплату небольшой, по крайней мере, по сравнению с тем, что получают члены правительства или сотрудники нацкомпании. А вот рядовые казахстанцы признаются, что будь на то их воля, народные избранники получали бы еще меньше. Народ сколько получает? 60 тысяч. Ну а им 1300 бы. Хватило, наверное. Пусть бы пожили, как пенсионеры. 150 максимум поставила бы. Ну, допустим, 250 тысяч, пусть получает. Но только что поработал. Практика последних лет свидетельствует о том, что выборы в парламент оказывают незначительное влияние на обновление депутатского корпуса. И большая часть народных избранников кочуют из одного созыва в другой. Остается только гадать, насколько логично выплачивать многомиллионные суммы законотворцам, которые, по сути, только временно сложили себя свои полномочия. Тимур Ермашев, Илья Рыбин, Ренат Фазылбаев, Информбюро, 31 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова